Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Уже 9 апреля, у нас пришло очередное к нам похолодание. Но как бы то ни было, сейчас почитаем комментарии и советы. Я начну не с тех, не с последних, которые говорят о плохой погоде, о том, что всех снегом засыпало. Начну с тех, которые были день назад, чтобы не пропустить. Там есть несколько сообщений, которые я хочу пояснить. Вот интересный комментарий. Тут даже пояснить нечего. Галина Овчарова написала к позапрошлогоднему моему видео, где я написала томат деньмедов, выращенный по принципу, посадила и забыла. Я говорила о том, что есть томаты, которые вообще не требуют ухода. Можно просто посадить и они сами на земле будут плодоносить. Вот она написала, в 2019 году тоже была такая грядка, не только демидов, 12 кустов разных томатов в один ряд. Остатки рассады жалко было выкинуть. Вот так же валялись на земле в траве. Я их даже полила за сезон раза три. Собрала семь ведер. Собирала по мере созревания. Одна беда, спелые томаты ели слизни. И приходилось с ними соревноваться, кто быстрее. Это да. Слизни могут повредить. А вообще в ближайшем положении почти все томаты можно выращивать. Я в прошлом году рассказывала об этом. Вот мне не понравилось. Сельские заботы. Я понимаю, что у кого мало зрителей, у кого там мало подписчиков, они заходят на мой канал и стараются как вот за влекалки эти делать, переманивать на свой канал. Но делайте, пожалуйста, это корректно. Я когда про сетку, про притеняющие говорила, вот сельские заботы написали, не знаю, он или она. Сеткой притенять плохо. Сетка не только не дает нагреть, но и свет будет плохо проходить. Посмотрите меня на канале, как я затеняю теплицу. Написано тупицу почему-то. Такой способ дешевый на весь сезон. Это вот такая завлекалка, чтобы люди с моего канала шли на их канал. Но дело в том, что вы пишете неправду. Вот тут вы пишете зрителям моим недостоверную информацию. Пишите, свет плохо будет проходить. Прекрасно через сетку свет проходит. Пользуюсь уже много лет. И если вы будете писать вот в таком ключе свои комментарии, я, значит, буду вас удалять и блокировать. Приглашайте на свой канал. Я не против. Кто хочет, пусть идет. Но не нужно писать сообщения с недостоверной информацией. Вот пишут, сетка не дает нагреть. Да все она дает нагреть. И свет проходит. Сетка, она разреженная. И как раз получаются не прямые солнечные лучи, а такие, как разреженные. Я уже много раз про эту сетку говорила. У меня очень хорошее от нее впечатление. И тут зависит от степени плотности. Если вам нужно, чтобы свет хорошо проходил, берите более редкую. Если нужно, наоборот, от света предохраняться, от солнечных лучей, берите более плотную. Не нужно вот таких комментариев писать. Если вы по-другому притеняете, значит, вы не можете знать, как эта сетка притеняющая работает. Раз у вас другой способ притенять тупицу. Какую тупицу он притеняет. Так. Иногда как напишут, напишут. Так. Вот Юлия Лукина пишет. Подскажите, у меня томаты уже большие вымахали. Некоторые начинают завязывать цветы. Пересадила в горшки 2 литра. Что еще можно сделать, чтобы они дожили до высадки? Живу в Кемерово. Погода примерно как у вас. Высаживать можно будет в начале мая. У некоторых даже пасынки стали появляться. Но это, естественно, они взрослые у меня тоже. Я вот которые высадила, они уже все с пасынками. Смотрите, Юль, если вы, вам еще сколько там, 3 недели до высадки. Я не вижу ничего плохого, что зацветет у вас рассада. Мы ведь многие высаживаем в цветущем виде. А тот, кто в парники, вот в земле, когда ямки углубления делают, высаживают в парники. Почти вся рассада у них цветущая. Они потом высаживают в деревнях в цветущем виде. Самое главное, что у вас есть преимущество. У вас она в отдельных горшках. И вы будете высаживать без повреждения корневой системы. Тогда, скорее всего, и цветки эти растения не сбросят. Завяжутся плоды и все будет нормально. Это будут ваши первые плоды. У меня очень часто зацветает рассада. И все вот эти цветы, которые цветущие я высаживаю, они все потом превращаются в томаты. Тут самое главное, сделать бережную пересадку. Чтобы не было какого-то вот этого стресса при пересадке у растений. Тогда все цветы сохранятся на материнском кусте. Оно не сбросит его. Вот тут про эти прогреющие ленты. Сейчас я немножко поясню. Греющий кабель не греет. Позвонила тому, кто высылал его. Я вот и хотела сказать, что вы где покупали, вы обязательно консультируетесь, если у вас что-то идет не так. Вот где они покупали, она, к сожалению, не сказала. Сейчас фирм очень много. И тут еще есть такой нюанс. Я сначала думала, что тоже он не греет. Я его закопала. Ну, как меня закопала, муж закопал. Мы нынче включили. У нас вот он на расстоянии 40 сантиметров. И до верхнего слоя это тепло. Она доходит не так быстро, как хотелось бы. Вот у меня хорошо. Сверху солнце нагрело, снизу подогрев грунта. Если погода пасмурная, и если нет никакой помощи этому подогреву грунта, некоторые зрители греют целую неделю, чтобы понять, что действительно грунт прогрелся. Или нужен градусник, который именно на ту глубину можно погрузить. Вот как у меня прислала мне Зинаида Медведева с Москвы. Только им можно понять, что грунт нагревается. Иначе вы никак не поймете. Он может быть, земля холодная, холодная, холодная. Она внизу прогревается. И медленно, медленно, медленно тепло это вверх идет. Или другой вариант. Там же у него выставлен, обычно, не знаю, как в вашем, но вот в моем выставлен терморегулятор, при котором при определенной температуре он отключается. И вот у нас такая жара стоит. Если бы сейчас, например, мы положили уже в эту, после жары закопали в теплую землю, он бы вообще не включился, и вы бы не поняли, работает он или нет. Потому что он включается только при определенных температурах, когда почва именно холодная. Обо всем консультируйтесь у своих продавцов, где вы покупали. Потому что есть такие нюансы, о которых мы иногда даже и не подозреваем. Вот везде пишут, у нас выпал снег, у нас выпал снег. Про разную рассаду, что... Вот про щелочную среду спрашивала зрительница, что подозревает, что щелочная среда ничего не растет. Вот ей Елена Ванькова написала, если точно щелочная, то можно подкислять лимонной кислотой или уксусом. Ну вот, как я говорила, слабым раствором уксуса. Я свою рассаду таскаю туда-сюда, а мне говорят, что это вредно. А как же закаливать? Конечно, из-за того, что мы тратим свой труд, свое время, носим туда-сюда рассаду, в результате мы получаем ее крепкую, здоровую, закаленную. Конечно, можно оставить ее, как мне всегда говорят, ну что ты с ней тискаешься, туда-сюда носишь. Своё здоровье тратишь. Во-первых, это зарядка, это наоборот приобретение лишнего здоровья. А с другой стороны, она могла бы и на окне постоять. Ну вы видели, наверное, некоторые дачники везут, когда на дачу ни разу не выставляли. Какая она бледненькая, какая она тоненькая, какая она замученная. А у нас вот она, как Надежда Красикова, новое слово я у нее подчеркнула, на растолщении. Вот она на растолщении у нас, когда стоит весной, в течение дня на солнце, конечно, качество рассады повышается, у нее повышается иммунитет. Солнце – это все для рассады. Вот то же самое про ленту покупала в каком-то Драскинком. Женщина Алифтина Черкассова тоже. Начала греть, положила в теплицу, закопала, она лежит холодная. Я вот вам советую, кто покупает в каких-то, ну в других фирмах, я-то вот проговорила про уральскую усадьбу, я с ними, если что, могу всегда проконсультироваться. Если вы где-то покупали, вы звоните продавцу, они-то точно больше знают информации, чем мы. Вот для меня, например, греющая лента для самой – это новый продукт, и я все про нее тоже не знаю. У меня, если какие-то вопросы возникают, я вот в том году звонила туда. Ой, вот пишет. В этом году рассада очень маленькая, перевалку делать нельзя, так как корни практически не развиты, ничем не подкармливала. Вот такой результат обидно. Но вообще она, корневая система, конечно, должна и без всяких подкормок образоваться, если растение хорошее, если само оно здоровое. Но уж в крайнем случае, если у вас только корни, если вы недовольны только корнями, у нас есть средство, например, корневин, которым можно полить без всякого ущерба для растения. Это не подкормка, это просто стимуляция корней. Он продается, он безвредный, можно корни поправить. И это очень просто делается. Вот и Елена Беркетова пишет. По вашему методу в прошлом году высадила 9 мая поддуги в открытый грунт. Очень довольна, спасибо. Я в этом году тоже поддуги для себя хочу высадить пораньше, чтобы получить ранний урожай не только в теплице, но и в открытом грунте. В открытом грунте, конечно, из-за наших погодных условий, мы поздно высаживаем, и не все томаты вызревают. Вот листа белой спишет. Вот я тоже живу в городе, покупаю грунт в магазине, и обязательно проливаю фитоспорином на следующих этапах, веду в некорневые и корневые легкие подкормки. Рассада чудесная, если не кормить, то ничего не растет, проверено. Вы ведь тоже марганец при поливах добавляете, это и есть подкормка. Конечно, у вас земля хорошая, заправлена, может вам и не нужны подкормки, а с магазинным грунтом все эти способы не годятся. Подкормка необходима. Но я же в этом же видео и сказала, что есть ситуации, когда грунт какой-то не такой, или что-то там, то подкормка необходима. Но вот про марганец я хочу сказать, что я в этом году уже один-два раза полила, и потом уже и от марганца отказалась. У меня вот получилось, что я... Ну, из-за чего отказалась? Потому что большой объем, если бы намешать, например, приготовить раствор для полива на 200 кустов, это одно дело, а на 2000 кустов это другое дело. Быстрее, конечно, из-под крана налить просто воды, чем вот эту дозировку разбавлять. И выросли без марганцовки. Но я-то ее... Вы вот назвали ее подкормкой. Да, марганец, он, конечно, важен, но я-то ее использовала чисто в дезинфицирующих целях. Вот в этом году без дезинфекции обошлись. Так все выросло. Ну, нет и нет, значит, не полили нынче марганцев. Вот начинается про морозы. Приходим к более свежим. Сейчас пойдут там комментарии про штормы, про морозы. И хочу... Вот Светлана Бабкина пишет. Подскажите, у меня засыхает макушка у рассады помидор, корни живые. Свет, я даже не знаю. У меня, если честно, такого ни разу не было. Обычно макушка всегда, она у рассады, она самая такая зеленая, самая яркая, самая жирная, самая здоровая. Я вам советую... Я вот и всем говорила, я небольшой советчик по заболеваниям, потому что у меня заболеваний томатов почти никогда нет. Я стараюсь делать вот эту всю профилактику, делать такие условия, чтобы они не болели. Все, и грунт хороший, и условия стараюсь им. И у меня практически нет заболеваний. Но есть такие таблицы. Вы наберите в интернете заболевания томатов, таблица. Там все и фотографии листиков, и фотографии вот этих вот недостатков, скрученность, например, фиолетовый лист, желтый лист. И многие огородники пользуются этими таблицами. А я могу посоветовать только то, ну как, вот у меня какой есть собственный опыт, те я и даю советы наверняка, с уверенностью, что я точно знаю. Если я не знаю, у меня не засыхали макушки, то я не буду вам повторять какие-то чужие советы или строить свои домыслы. У меня может засохнуть макушка только тогда, когда она вот под пленкой упрется в пленку и сгорит от солнца. Все, у меня такие случаи были. Но чтобы заболела, засохла макушка, просто так, ни разу не было. Извините. Я тоже не все знаю. Чтобы все знать, это надо переболеть всеми болезнями. И тогда уже давать все рецепты. Так. Так, так. А вот Светлана Криворучка написала, недавно посмотрела сад огород своими руками, про высадку томатов. Устроим соревнования Сибирь-Украина. Ну кого быстрее поспеют. Но я тут не ввязалась бы с Украиной в соревнования. Знаете, почему? У них сейчас наступит теплая погода, а у нас апрель и май еще будет падать снег. У нас будут заморозки. У нас в июне иногда, я говорила, вот было минус 7. У них таких температур нет. Их не будут висеть, спеть. А мы будем бороться за жизнь. Морозы как-то, чтобы преодолеть. И, конечно, вот в такие периоды похолодания томаты все равно, они замедляются в развитии. И в Русте. Так что нам Украина, как говорят, она нам не конкурентка, а нам она наоборот конкурентка. Мы, наверное, за ней не угонимся. Это я реально просто смотрю на вещи, на такие, что климат совершенно разный. Конечно, у них поспеет рано. Как бы мы рано не высадили, нам до Украины не дескакать. Вот про этот все метод пунира. Татьяна Щелкина пишет. Провела в этом году, пробовала в этом году укладывать по методу мунира, оставляя одни макушки. Из 10 выжил только один, и то полудохлый. Но я смотрела тоже, мне вот ссылку дали. Вот посмотрите, что вы скажете. Мне, конечно, кажется, этот метод очень жесточайшим. Во-первых, я как-то вот отношусь к ним. Мне все равно жалко все листья догола убирать. Может быть, это и тормозит, конечно, развивает краневую систему. Может, тормозит от вытягивания, от всего-то. Предохраняет от вытягивания. Но вот видите, а у Татьяны Щелкиной предохранила вообще от дальнейшей жизни такое общипывание листьев. Я считаю, что листья важны. Я могу там нижние 1-2, ну, по мере роста томатов удалять. Но чтобы заголить его весь, у меня, наверное, трясущиеся руки не сделают такой процедуры. Сами вот так вот сожмутся в кулачки. Нет, скажут, не хотим щипать томаты. Вот Зинаина Бедведева очень точно подметила, что, конечно, автоматические форточки облегчают труд. Можно без опаски хотя бы на короткое время покидать дом, а с обычными форточками в магазин страшно отойти. У меня было в моей жизни, за всю мою практику, несколько походов в магазин, которые чуть не обошлись, не закончились трагедией. Когда выходишь утром прохладно-холодно, ничего не открываешь, пока уедешь в магазин, у нас же, как не в каждый магазин, в шаговой доступности, например, Садовая очень далеко, пока уедешь туда, пока приедешь обратно, солнце выглянет и бежишь уже, весь взмокнешь, спотеешь, скорее открыть. Открываю форточку или дверь оттуда, как огнедышащий дракон, все, они уже завяли, они уже буквально хватает одного часа, чтобы при яркой солнечной погоде вот эти сварились там томаты. Это очень страшное дело. Я говорю, что жара вот эта в теплицах, она может такой же урон принести, как и холод. Ну, тут пишут, везде обещали минус 8, а было минус 12. Я тоже таких больших показателей минусовых боюсь. Ветер. Вот Владимир Мишенин пишет, у нас минус 10 ночью, минус 6 днем, и ветер томатом, по-моему, очень страшно. Без подогрева никак. А про автоматику проветривания при сильном ветре будьте внимательны. Ее просто, может просто ветер их сломать. Вот где-то не было электричества всю ночь. Мне вчера посоветовали, вы, может быть, включите пока подогрев грунта, пока есть еще свет, а то, может быть, начнется вот это вот все ураганное, оно уже к нам сейчас придет, будет и похолодание, и ураган отключить свет, и ничем не подогреешь томаты. Я вчера побежала, включила подогрев грунта, потому что тут уже не до экономии. Пусть я лучше эти 100 рублей лишние отдам, но если даже свет отключат, у меня хотя бы земля в теплице будет теплая, а сверху они пленками закрыты. Вот тоже пишут, сутки ураганный ветер, крыши на этажках посносило, топило буржуйку всю ночь в теплице, я поняла как. Тимон Баев пишет, мы в Курганской области пережили холод до минус 8, минус 12, еще одна ночь осталась холодная, а там ждем плюс 15, у нас тоже вот эта будущая ночь будет самая холодная. Татьяна пишет, у нас в Заурале была настоящая буря, все занесло снегом, ветер такой был, что ворота сносила и сосны валила, зимой столько снега не было. Я замечаю, что с каждым годом все хуже и хуже погода, если раньше были только заморозки весенние, то сейчас видите, что может прийти, может настоящая быть буран еще с ураганом. Вот тоже Татьяна Большакова пишет, у нас сегодня ветер ураганный со снегом, тоже что творится на улице. И вот в таких случаях, я же, раньше мы только все на улице, вот с такими прикрытиями, ну как дуги прикрытия, сейчас я поняла, что теплица все-таки, это хоть немного какая-то для нас защита. У меня вот эти же дуги с укрытиями в теплице стоят, но там можно не закреплять вот эти, знаете, мы делаем перетяжки, полторашки с водой, кирпичи какие-то, прижимаем вот эти пленки, потому что у нас сколько раз эти пленки уносило, и все это как разрушал вот этот ветер. Сейчас я захожу в теплицу, они под пленочками, пленки, конечно, ничем не закреплены, просто накинуты. Красота! У них в тоннелях 10 градусов, это, ну как, вот ночью при 2 градусах за бортом, и подогрев ночью не работал, потому что ночью я грела придомовую теплицу. Две теплицы одновременно греть по техническим возможностям не могу, и вот там хорошо, тихо, даже если ветер будет, он будет, конечно, колыхать, будет страшно, но хотя бы эти пленки не сорвет, и они там как в домике. Вот тоже Алена Дроботова пишет Сомская. Ночью было страшно, думала, крышу с дома сорвет. Плюс вчерашнего вечера остались без электричества. Очень переживала, что рассада, что уже зашла в теплицу, замерзнет без подогрева, но все обошлось. Тепла хватило под укрывным материалом и пленкой. Вот я еще раз говорю, что если такие экстренные ситуации, укрывной материал и пленка, и если уже даже нет электричества, подогреть нечем, ну, можно поставить свечки. Я вот, если у меня так случится, что к нам сейчас придет, например, снегопады, метели, ураганный ветер, отключат электричество, и мне нечем будет вот их при... Конечно, я из придомовой теплицы занесу домой лотки, у меня там немного, я уже все почти перетащила домой, а в те тоннельчики в теплице поставлю по две свечки в каждый торец. На ночь им вполне хватит, по крайней мере, 8-10 градусов они будут держать. Вот Петр Цихлер тоже пишет, ветер страшный срывало крыши. Я вот вчера сняла видео подробное, как вот предохранить от холода, чтобы не переуседствовать, чтобы они потом не сгорели от жары. Но вот сегодня, наверное, нужно снять видео, да, на тот случай, что делать, если все-таки отключится электричество. Вот про свечки, вот про простые свечки, многие начинающие огородники, они даже не задумываются. Я сама услышала об этом только несколько лет из интернета, и если честно, что в первые годы, когда я занималась огородом, свечки же были всегда, мне даже в голову не приходило поставить туда, вот в эту тоннель, свечку. А в прошлом году, кто видел мое видео, когда снегом завалило, когда был минус, вот большой минус, много дней стоял, нас спасли только свечки. Свечки или вот эти вот делают жировики, то масляные вот эти обогреватели, тоже самодельные. Вот вопрос Наталья Черневская спрашивает, можно по одному корню в лунку, но почаще? Нет, почаще нельзя. По два корня в одну лунку, оно тем и выигрываем, что они вместе, компактно, а между ними перерыв, вот это пространство между лунками, которое позволяет и проветриваться томатом, и свет проходит на другие ряды. А если вы почаще по одному поставите, у вас будет сплошной частокол, вы этим рядом полностью, тень бросит этот ряд на следующий ряд, и во-первых, и у вас будет без проветривания, почаще нельзя. Расстояние между томатами все-таки должно быть. Вот тоже ночью минус 7. Такие тоже тревожные сообщения идут. Короче, похолодание у всех. Вот Челябинская область, Нина Камышина, минус 10. Ветер ледяной. Ой, я жду сегодня холодную ночь. Сейчас вот пойду, покажу, какая температура. Это видео, когда выйдет вечером, вы уже утренний обзор посмотрите. У нас сегодня будет самая холодная ночь. Буду еще раз утеплять. Буду сейчас рассказывать, как спасать томаты в то время, когда очень холодно. И потом приду, отвечу еще на несколько вопросов. Вот сейчас хочу сказать еще про огурец, вот это свежие комментарии. И сейчас только пришел, Лиза Вернер написала, сколько же вы говорить лишнего, уши болят. Ну я, конечно, ну какой тут совет дать? Тут единственный совет дать, Лиза, сходите к врачу. У нас есть такой специальный доктор, ухо, горло, нос. Если уж он вам не поможет, ну тогда надо вам выбирать канал другой, где много лишнего не говорят, и где говорят все по существу. Хотя тут томат ботяня распикированный петлей, видеоролик был не очень большой, но если вы даже этого не выдерживаете, вам лучше, конечно, наверное, мои видеоролики не смотреть, потому что есть еще более длинные. У вас вообще уши трубочкой свернутся. Так, это про цветочек. Вот, я хотела рассказать про томат. Новый подписчик пишет, Елена Прохорова пишет, скажите, почему нельзя сеять сразу в большой стаканчик? Спасибо. Это про огурец. В большой стаканчик сеять можно, но рекомендуется сеять в маленький, потому что маленькая семечка, маленький сеянец, маленький росток, маленькая корневая система, ему лучше бы сначала пожить в маленьком объеме грунта. Смотрите, когда в большом объеме грунта он живет, вы поливаете, воду, смачиваете весь этот полкилограммовый ком земляной. Корешок не освоить этот грунт не может, не употребить эту воду не может, и он постоянно долго стоит в этой мокром грунте. Корневой системе это плохо. Там постоянно мокрый вот этот влажный грунт, нет доступа к кислороду, она развивается, корневая система не так, как нужно. Вообще все специалисты рекомендуют, сначала маленький стаканчик, когда увидите, что корней уже много, лучше перевалить в большой. Но в большой можно и сразу, многие так делают. Но я стараюсь делать по тому сценарию, который более благоприятен для растения. Вот начала записывать выпуск 9 апреля, сегодня уже 10-й, я даже не нашла вчера время в загрузку его забросить. Сейчас несколько комментариев прочитаем, и тут еще у нас нашествие мышей. Мне так интересно, люди пишут, чего только мыши не съедают. Я вот сегодня как раз своим приманку мышам положила в теплицу, я напоминаю всем, что будьте начеку, у мышей, вероятно, тоже весенний авитаминоз, съедают все, что появляется, зелень какая у нас в теплице. Ну вот сейчас дальше прочитаю, интересно, что только не съели мыши у людей. А тут вот уже Галина Сухомлинова пишет, а у меня уже слизни слопали пекинскую капусту, рассада была 3 листочка. Я не знаю, слизни в такой холод есть или нет, может быть это тоже мышки. Потом, ну тут советуют опять сделать 3 ряда в новой теплице, но мне так и придется сделать, потому что там система подвязки, тросовая у них, она уже натянута именно на 3 грядки. Так, 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 вот, смотрите, хочу прочитать вот этот комментарий. Татьяна Иншакова написала, к формировке томатов все относятся по-разному, моя знакомая до недавнего времени вообще никак не формировала. Посадит, все, в конце лета лезет в эти дебри, ищет там помидоры. Догадываетесь, какие они? Когда я ее спросила, почему не обрезаешь пасынки, ответ, а что надо? Оказывается, у них в поселке все так делали, получали соответствующий урожай. И пишет она, мой любимый сорт помидоров, апельсин. Я хочу к этому добавить, что мы тоже один раз ездили к родственникам мужа в далекую-далекую деревню, у них там вообще не знают, что такое, какая-то подвязка, ни на колышки, ни на какие шпалеры, ничего не натягивают, у них они просто высаживают, оставляют их и все. И вот они расползаются, все в лежачем положении, в лежачем варианте, и высокорослые, и крупноплодные, и мелкие, и все, все, все. Когда я удивилась, я спросила, может быть некогда было или что? Сказали, нет, мы всегда так выращиваем, а что, куда их надо? Вот видите, как отличается, и не только формирование, а вообще выращивание томатов в разных районах, очень интересно. Я до сих пор вспоминаю, вот сейчас удивляюсь, когда мы говорим, что, ну это было давно, это лет было 20, 30 назад, мы сейчас удивляемся, вот что, как они на полу могут вырасти, может там слизни сидят, или фитофторы, но может быть раньше этого не было, я вот сейчас об этом думаю, неужели они там не болеют на полу. И вот Ирина Минакова написала, про такие случаи многие люди рассказывают, что, вот прочитаете, потом она носила туда-сюда, забыла в теплице сеянец, маленький, чахлый, высох, ну почти умер, потом стала его поливать, домой так и не заносила, и он потом попер, теплица неотапливаемая, и вот он вырос. Очень часто слышу о том, что тот сеянец, который хотели выбросить, который уж хотели в брак, но где-то отставили брошенный, он потом догнал и перегнал всех. Вот такие случаи бывают очень-очень часто, может быть правда, чем меньше мы уделяем им ухода, тем они делаются как-то сильнее у них, больше жажда жизни. Вот Валентина Королёва пишет, за одно лето поймала 6 хомяков, даже головки лука съедают, она их не убивает, когда едут домой, выпускают в лес. Очень красивые, пестрые, а я не видела их ни разу. Вот вопрос, который я не поняла, почему-то у перца листья стали какие-то пегие, желтее и зеленее, почему интересно, желтее или зеленее, это одновременно, или как, или желтые в зеленую полоску, я не поняла. Это вот про липучку для мышей пишет, что ни разу в жизни не видела. Мы давно в подвале на клей ловим мышей осенью. Тема про мышей злободневная, особенно по весне мыши вовсю орудуют на даче. Успехов против поедальщиков нашей рассады и не только. Котята будут трехцветные у Надюшки, вот пишет одна зрительница. Я думаю, что там каких только не будет. Вот пишет Валентина Цветкова, конденсат это плохо, может повесить вентилятор теплый на дугу под укрытие, через таймер включать. Но сегодня у нас солнце выглянуло, сразу все высохло, никакого конденсата, я вот уже снимала, не знаешь, под что подстраиваться. Утром боялась, что замерзнут, днем боялась, что с жары, короче, погибнут. До того стало жарко в теплице. И вот я говорю, что про форточки вспомнила, про автоматические. Я как биотерморегулятор вот бегаю туда, то открываю, то закрываю, то прикрываю. Сначала были прикрыты от холода, потом я их открыла, чтобы проветрить, просохли. Потом я их опять закрыла от того, чтобы они не сгорели, на солнце. И вот сейчас буду вечером утеплять, чтобы ночью опять не замерзли. Ну и вот когда спрашивают, что вот так вы мучаетесь, рано высаживаете, я хочу сказать, что у нас до июня так. У нас, я говорила уже в один год, 7 июня было минус 7, минус 8, когда у меня замерзла вся теплица. Когда бы мы его не высадили, у нас вот Сибирский регион, зона рискованного земледелия, у нас вот эти возвратные заморозки могут трахнуть хоть когда. Это не... То, что высадишь, например, в мае, это еще не гарантия, что они у тебя без забот, без хлопот вырастут. Не получается без забот, без хлопот. Так. Вот пишет Тамара Иванова, сколько трудов положено. У нас в Нижегородской области всегда высаживали в теплицу, в начале мая не было проблем. Просто сменился климат. Но то, что если я высажу в начале мая, я не... Я и говорю, что у меня нет гарантии, что нет проблем. В прошлом году, кто смотрел видео, видели в мае, какие у нас были бураны, прям сугробы на мело. Так что даже высадив в мае, мы не освобождаем себя вот от этой волокиты всякой. Так. А, вот. Последний раз про мышку. Сейчас прочитаю все. Смотрите. Ната Ивуш пишет. У меня сегодня мышь съела золотые яйца, супер клушу, земляк, ранние 83. Едят только пластилиновые вот эти приманки, а клеевые зерна и гранулы лежат нетронутые. Они, короче, гурманы. У вас едят только вот эти вот, как они называются-то, тестовые, да, сырно-тестовые, и любят золотые яйца. Не дураки. Ну, вот как раз мышка же должна побежать, золотое яйцо должна разбить земляка и ранние 83. Когда я прочитала, я сначала не поняла, было так интересно такое сочетание. Мышь съела золотые яйца. Так. И про кота еще прочитаю. Пишет Ирина Губко. Поразительно. Рыжие коты, наверное, все дручены. Сколько у меня было котов в разной масти. Рыжие просто атомная бомба. У нас весь опять и сцарапанный ходит, весь грязный, и тисканный. Но тут же пишут не... У меня рыжий вообще амурф. Ему мышь на голову сядет, он не сгонит. Желаю вам кошечек, конечно, активных, чтобы мышек она гоняла. И вообще, сегодня такая погода. Мы сегодня ждем последнюю морозную ночь. В понедельник буду высаживать томаты в теплицу, где грунт не отапливается, только инфракрасный обогреватель. Вот когда была хорошая погода, смерила я там температура грунта 10 градусов. Так что уже без подогрева, за счет теплой погоды, земля прогрелась. И именно на ту глубину, на какую надо, при 10 градусах, я средние начну высаживать, буду инфракрасные, может быть, включать на ночь. Потом буду по краям. Короче, работа продолжается. Мне сегодня позвонили с уральской усадьбы, сказали, что теплица моя новая готова. На следующей неделе ее в отправку уже будут оформлять. Так что скоро буду вам хвалиться своей новой теплицей с автоматическими форточками, с тросовой подвязкой, с какой-то, не знаю, что это за тросовая система подвязки. Хотят меня все перевести с колиев на веревки. Ну все, посмотрим, как я буду поддаваться обучению или нет выращивания на веревках. Я приросла к колиям, не хочу никакие веревки, хочу кол. Всю жизнь буду на коле на этом. Все, до свидания.